приветствую вас друзья продолжаем наше приключение зангмар за зло будем сейчас кому-то убивать пытать но и делать всякие другие нехорошие вещи у нас уже состоялся 25 ходе я всеми уже на самом деле походил из новенького у нас появился новый член семьи ну как мы мне новые смысле стал совершеннолетним афанузер афанузера как-то так вы можете прочитать все это дело 16 лет не командование не благородство но вот верные все строгий правитель любитель внезапность не любит донодайнов воин ночи что весьма и весьма похвально на минорец ну кстати воин ночи надо будет прощакать что у меня командующих вообще с этим параметром если у кого нету то конечно его стоит включить тогда в армию если же у кого-то есть то тогда у нас этот товарищ будет заниматься какими другими делами телохранитель у него ангмарские 1029 но их всего 45 это конечно весьма и весьма печально ну кстати в нашем столичном округе можем понять снежных орков 515 например как копейщики у дано дается до них только по моим не 515 715 память не изменяет она может вполне себе изменить вроде здесь мы видим дозорные 817 817 хотя бы 515 хотя бы что-то схожее примерно только у донодайцев 225 содержание а снежные орки они 350 вроде как если не ошибаюсь 305 подороже на 80 монет содержания и это не сказать что очень хорошо денег и так не чтобы много по деньгам было 2 200 на эти денежки я заказал двух наших городах где мы нанимаем в основном войска в карм доме и ушеду не по кузнице за четыре хода они построятся плюс 120 монет нам это даст плюс можем как-то улучшить защитку нашу у войск как-то так ну и плюс какие-то отряды вперед какие-то отряды назад посол там дошел до долгура или какого как тебя правильно называть то долгу дура долгу дура дошли весна не будем пока ничего делать предпринимать ничего не будем у нас задание захватить руина формуста потом уже дадут задание на этих ребят потому что торговли торговый показатель все равно он не очень смотрю торговли 1955 лучше только налоги и на самом деле так что может быть и не стоит ждать задание на эту самую фракцию конечно задание приятный бонус наверно вообще мы больше заработали по повышен формате кстати кстати 10 ходов назад с ними как-то уже заключил торговлю как а как мы встретились 10 ходов назад а у них поселение где-то еще вроде бы есть на берегу сюда до фонту хорошо смотрел тут так стояли бы так с эльфом мы вроде бы общались с этим да ну тогда наверное имеет смысл пойти наверх отсюда нас так но помимо этого мы еще сейчас будем биться с армии доладает который вновь там набрали какие-то несчастливые орды со себе войск и который нам предстоит разобрать но и после этого у нас 25 ходе к и по нашей давней традиции у нас сегодня первый раз будет обзор карты посмотрим кто кого куда и зачем но поехали поехали то не мы вот они противники но нашего из как видите постепенно все уменьшается уменьшаются как-то я не вижу вообще восстановление какого-либо было за 119 обещали нам что на 77 они будут восстанавливаться до этого числа но как видим нифига нифига это конечно весьма печально это весьма печально у мертвые почти кончились что тоже не радует радует то что восстановить нам еще пока что их вообще негде но хорошо что хотя бы всадников приличное число четыре отряда но и против нас вот такие силы силы добра такие они ублюдки очень-очень много лучников радует что здесь есть пару по ценах отрядов вроде бы как не пару вообще-то один вот этот вот этот коцины отряд 20 район а все остальные новенькие чистенькие красивенькие внутри отряда пехотинцев копейщиков а за всеми остальными лукарями будем гоняться конечно неприятные вот эти разведчики 58 дальний на бой 5 они могут на всю малину испортить в плане атаки нашими 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 нашей кони цели нашими варгами у кореи придется как-то сперва и с ними расправляться но посмотрим посмотрим надеюсь на все получится и главное без каких-то особо больших потерь так ну в принципе мы готовы где супостат там но как всегда он где-то в лесу там сейчас тусовать ну давайте разворачивать постепенно туда пойдем нашу тогда конницу перебросим на этот фланг чтобы нам было видно но кстати что мы видим противник неужели вы пойдете на меня сами да я в шоке мы просто шоке мы там даже кого-то на обстреливаем копейщиков которые вырвались что-то там даже пулькаем неожиданно неожиданным прямо скажем о побежали у них тут один единственный отряд этих разведчиков стоит на фланге это очень хорошо продумал в губин получаем но ты идет отряд самого края и до него ребята наши дотягиваются так пока суть до дела пока суть до дела мы отправляемся вперед нашим уже хорошо так набуцкали научила догонить этих бармалеев то отключить вам луки все работаете минус отряд можно сказать так ну и здесь у нас что пробегаем дальше пробегаем дальше здесь работаем работаем пробегаем дальше туда хорошо тоже проходим дальше так здесь кто это идет дозорные копейщики копейщики мне нужны включаем стрельбу и уходим во фланг в тыл точнее уже даже так отлично идем за супостатом противник нас отпускает пускает уходит сложно сказать во всем этом говне что происходит вообще нас конечно обстреливают о чем мы можем сделать ни хрена ничего не можно сделать вперед сюда так от снять вы сюда вперед так на счете скажу вот сюда шнякой вы два отряда вот сюда убедить разведчики так ну и конечно же тут половина остановилась никуда не идет кто-то сомневался гена так конница бросаю все это говно сюда иди пехота тут сама разберется совсем вот этим вот недоразумением где у меня лукари сюда работаем хорошо так вот с этим заканчивается пехота с этими закончится так тут кто тут следопыта следопыт и ерунда работаем так один отрядик один отрядик один отрядик пошел туда так гена ну-ка крикни что-нибудь удушевляющий что мы вас всех порвем как тузики грел вполне себе справитесь вот сюда надо то они там стоят тварин отстреливают так этих всех убили так сюда летим так что по этим раскладам 48 убегает что стоим кого ждем бегите тоже убиваете ну в принципе практически то сюда надо лететь норм и в тыл убиваете супостатам по потерям 12 процентов в принципе это немного много она получает что слишком много противника этих самых армий по 12 процентов тут 12 процентов там а в конечном результате у них с вновь полной армии ходят бродят а у меня уже все разбито и нуждается в каком-никаком подкрепление считайте отряд варков я потерял ген это тоже у меня почти убит весь так здесь но неплохо влетели вроде когда и практически убили стоят до последнего какие героические следопыты там не хухры-мухры убежали но тех мы не догоним при всем желании то еще то остался но те уже убежали значит только вот здесь есть шанс под кого-нибудь догнать нет такого шанса нет здесь уже практически то всех и убили вот здесь какой-то отряд только я его не вижу красный а его убили здесь один единственный ну и тогда можно закругляться с этим боем безоговорочная победа тысяча 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 190 я потерял убил 630 ну примерно 1 к 3 но не сказать что я особо рад этому обстоятельству очень большие потери очень если командиры потеряли не так что много то ту варгам досталось вновь это обстоятельства меня печалят они естественно казнить ну смотрите у них даже выжившие есть ну да эти убежали эти 114 а как вы целиком то выжили дозорные дона дайна каким образом вообще сразу побежали или как да не должны были у них высокий боевой дух то есть ну то что они там более-менее целая шут с ними но как они вообще никого не потерять умудрились не совсем непонятно но муж они как-то объединились или еще что-то не совсем непонятно ладно ладно что у нас тут еще есть вот еще один отряд пехотинцев тут гена некий хервигель 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 ну и так же двое сидят здесь вот ну что могли мы сделали что нам ставится нам ставится то лишь одно начать обзорчик так обзорчик обзорчик ну как видим еще хватает хватает ничей не земли дам на карте этого мира ну и давайте начинать как-то с нашего региона знакомиться будем кто кого куда и зачем пишут мне постоянно вот про эту деревушку морво 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 тарт вот мол иди забери иди забери нет у меня армии чтобы пойти и забрать ее ну кстати он тут я смотрю наши союзнички может быть нас даже опередят ну и шуть бы с ними на самом деле на самом деле шить бы с ними и видим по-прежнему эльфов две провинции в самом начале игры эльфы как-то умудрились потерять свою столицу город эмил адрес по-прежнему уже столица вот но они ее теряли потом они ее завоевали за себя обратно но видим что гномы гномы говорим гоблины конечно гоблины от ушастиков не отстают и продолжают осаждать досаждать и есть другие нехорошие дела делишки с этими эльфами так донодайнцы но видим что донодайнцев к югу от нас довольно таки много у них считаю здесь город деревушка осул осул потом есть тирдуин тирдуин финанс друин но я надеюсь что они это скоро вот это потеряют под натиском гоблинов я очень на этом надеюсь килнях килнях название это ешкин код митрейт довольно так неплохо выглядящий митрейт и на этом все да дальше уже мятежные земли ну то есть достаточно много то есть на вопрос откуда они берут такое количество войск в принципе можно дать ответ откуда только как они успевают это все дело заказывать собирать в единый стек и отправлять вот в чем вопрос так наши любимые скелетончики мангалини по-прежнему стоят без дела охраняют эти курганы ну и шутки с ними на самом деле ну и так же дунудайнцы располагают здесь тремя городами двумя главными это конечно же фарност и амуни я с ней всегда плохо с произношением этого города а нам ануминос 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 хорошо во имя короля-чародия ануминос да будет так вот эти вот гады огромный город его бы взять бы конечно ну и еще плюс вот это вот тоже замок Донадайна Бар и Дунионах я к нему уже один раз пытался пойти но мне не дали мне не дали мне сразу же ловку смогли отвлечь и заманили обратно сюда но у меня какие надежды как-нибудь вот подловить какому-нибудь отряду надается возле города как-то вот так вот смочь тоже каким образом еще без осады и без гарнизонного скрипта сыграть на фарност я не знаю в любом другом варианте это самоубийственно будет так вот это можно смело посылать на переобучение минус отряд да ну к нам в принципе идут подкрепления два отряда но это совсем не то что мне бы хотелось у меня вот еще есть отряд иди сюда хорошо это что касается Дуна Дайнса широ ну широ не так что много поселений 4 вот основных плюс вот бри тоже у них изначально было ну и вокруг себя довольно таки много здесь синячейной земли которая можно пойти и как-то что-то себе взять гномики как себя чувствуют гномики но к сожалению не началась такая эпичная война между гномами и эльфами которые бывают практически но не всегда всему можно сказать что и всегда только на поздних сроках когда особенно эти нуминорцы приплывают и осаждают столицу Линдон тогда гномики своего практически никогда не упускают и нападают спину эльфам но бывает что война с самого начала разгорается но такое не всегда то есть где-то каток за пять наверное один раз такое происходит ну вот это наверное даже реже по крайней мере у меня вот за пять раз один раз гномики с самого начала на эльфов напали при этом за эльфов я сам играл может быть из-за этого и напали вот ну я конечно не это играл так можно сказать пробовал там в ходе кого 20-30 вот гномики 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 вроде бы вот это вот дело взяли да войска есть поселение есть ну что про них еще сказать да нечего про них сказать эльфы тоже такие пока что пассивные ну за эльфов я вот начинал и по опыту могу сказать почему они пассивные потому что у них нету ни хрена ни экономики ни денег ни войск ничего нету от отряда хорошие но блин их мало они редко нанимаются они очень дорогие и даже вроде бы сходить и каким-то там мятежником в подбашенках на нас топать и то это проблем потому что просто тупо некого отправлять ну тут вроде что то уже они накопили может быть скоро и пойдут а дальше что у нас идет по миру по миру у нас идут кланы надвайда вот здесь у них есть такой вот как видим небольшой анклав долворн развивается ну кстати видим войска шира да идут на велишар засранцы я тоже сходил на велишар да не могу так здесь пока все пустое стоит ну и лонда эрн да мы тут неплохо с вами это знаем эти места наша великая дикарская империя здесь раскинулось в свое время было дело повоевали мы тут повоевали ну вот они эти дуланцы дуланцы ну пока тут без особых изменений дикари кстати уже собственно как и я в свое время в прохождении уже выбрал все ресурсы все доступные области уперлись сверху в гоблинов уперлись здесь в проблему дунадайнцы и шира они кстати также торбады все уже смогли взять а снизу уперлись в проблему своих собратьев из энэдвайда и вот куда им дальше идти совершенно непонятно для них это проблема проблема проблем проблемных изенгард изенгард ну пришло нам уже тысяча и одно сообщение что химово 5 в осаде химово 5 это это город хорнбург если я ничего не путаю и вот его постоянно изенгард держит цитадель рохана под осадой и рано или поздно они ее возьмут возьмут изенгард пока что наступает взяли они гюнд дерват вроде бы как да вышли уже на границу даже с гондором вот здесь дальше пока что рохан сопротивляется и да раз будет сопротивляться еще дольше тут куда-то рохан идет куда он идет я не совсем понимаю территан дуина допустим здесь куда-то вы на мордор что ли идете серьезно да вы больные вы болеете вы больные куда вы идете ну да ладно это их дело пускай идут куда хотят лесные эльфы ну не лесные эльфы а эльфы лорейна все печально у них мало провинции у них много рядом проблем из долгул дура и с гоблинами и с другими дятлами тут уже армия уже пришла и лорейна остается надеяться только на гарнизонные какие-то скрипты какие-то события так их конечно могут вынести легко и просто на самом-то деле ну вроде такого пока не происходит эти гномики как их из хазадома хазадома что они смогли взять половину этого хазадома восточную часть западная принадлежит пока что гоблина вот помимо этого они еще владеют небольшим поселком эруи ну как шли захватили бывает вот больше у них ни хрена нет и вряд ли прибавится но посмотрим войска то у них вроде бы есть но у гоблинов тоже есть и тут на самом деле кто кого вопрос хороший по всякому может ситуация развиться то да только сейчас обратил внимание насколько крупное собственно государство долгулдор мне почему-то еще с тех времен когда версия была 3.2 и долгулдор вообще был провинцией мордора вот был такой анклав который развить было весьма сложно потому что далеко от метрополии город один единственный войска в нем печатать сложно потому что редко можно нанимать да паучки там были шикарные но на одних пауках далеко не поедешь а тут мы видим что то ли им изначально дается так много то ли они уже себе нахапали нахапали потому что ну блин и удар нарухак вроде бы он изначально мятежный если не память изменяется и вот этот дуинбург вроде бы тоже да и вот это нам поселение тоже как-то мятежное а так мы видим что долгулдор уже дорос до лесных эльфов имеет общую границу с дейлом правда тут по реке а хотя даже не по реке вот здесь есть сухопутная граница обалдеть в общем долгулдор тут растет серьезно серьезно ну и вышли они уже на общую границу со свободными народами и скорее всего у них тут потеха будет не шуточная не шуточная выше у нас располагаются лесные эльфы чертоги трандуила ну как видим помимо этого у них еще три города ну и пока они ничего не делают им остается только отбиваться развиваться им особо уже некуда поскольку здесь с одной стороны свободные народы уже городок отхватили здесь и короткие долгулдур отхватил вот стоит один еще мятежный к нему ближе армии долгулдура чем лесных эльфов тем более что и у них и армии не вижу так какие-то мелкие отрядики ходят бродят колобродит и ничего более так на самом верху наши соседи орки гундабада которым которые которые которых обещали мне что их сольют буквально сразу как видим сразу никто не слил орки гундабада имеют очень хорошие отряды с ними особенно в начале игры практически никто из соседей соперничать не может ни мы ни свободный народ у свободных народов только генералы кроме генералов в основном больше то и не было даже гномы и те ничем таким особо выдающимся похвастаться не могут вот гномикам бы им да реформы даже только тогда у них начнут появляться отряды которые могут спокойно кто смотрел прохождение кампании за гномов и форрорца знают о чем я говорю вот но и особо то особо то они не расширились я вот не помню насчет чертог дайна вот в рекбург они вроде бы уже захватили да так же как успели они захватить и серебряные рудники моя компания была точно так же вот видим что гномы реборы как и я не согласился с данной постановкой вопросы и хотят отбить вроде их по численности конечно больше но но тут подходит подкрепление орков все вместе они тут собрались и если вернется к рудникам я думаю легко отобьют тут и гномы ведут подкрепление тем более тут глуин идет да и вместе они могут и отбить все это дело но посмотрим это будет интересно она за нара еще по-прежнему мятежным стоит и кто до него не добрался ладенько что у нас дальше дальше у нас дл что дл как и дл обычное развитие по одной стороне рек так но они уже даже кандаван захватили талахагн вышли уже на границу с дарвинеоном да видим даже вот дл идет на вентерион и юар тут даже нельзя сказать хорошо или это плохо с одной стороны конечно это меньше возможности для дарвинеона развиваться а с другой стороны когда эстерлинги начнут экспансию они уже начали но когда пойдут и сюда они встретят дейл начнем с него воевать распылят силы ну и дарвинеона даст дополнительные шансы на выживание ну и плюс уже здесь как видим общая граница гномиков и стерлингов рано или поздно стерлинги гномиком пойдут чем вызовут конечно же коллапс коллапс логистики поскольку гномиков очень протяженные государства царства государства мы помним да как нам приходилось там из одной стороны другую имитацию и каким-то образом содержать два стека чтобы и на западе отбиваться и на востоке нет конечно все печально даже потом пришлось нам скарна вроде бы отдавать тому же самым делу чтобы хоть какую-то прокладку иметь между нами и стерлингом чтобы они не сразу приходили в общем было весело весело и стерлинги что и стерлинги они честно говоря немножко неожиданно что они за 25 ходиков так и не смогли захватить они вообще зерни они даже λοки unfinished на и моток вот это номер но это неожиданно обычного их война до 25 ходика всегда начинается и стерлинги воюет гно для нас это даже выгодно, то есть они сейчас гномиков напрягут гномикам придется силой кидать и на восток, ослабит запад, там орки будут развиваться, орки нам нужны, чтобы орки держали под контролем андуин, лесных эльфов, гномов, чтобы все эти 4 фракции к нам через север, через верх не пришли в гости пускай лучше орки будут сильными сами орки на нас не нападут, все таки ему силы зла, мы должны держаться вместе ну, знаете такую вещь вот, дальше, ниже у нас эти варьяги варьяги, да, которые воюют доломротом с княжеством ну, тоже у них как бы даже почему-то они на Сиакан не пошли что, конечно же любопытно ну, у варягов свои проблемы у них еще ждет гражданская война это мы все помним харадримы харадримы харадримчики ну, я смотрю на харадримчиков какие-то они такие за 25 ходов слишком много здесь не занятых поселений то есть еще не взята слоновья ну, не слоновья мумакилья деревня деревня где обитает мумакила ну, вот как видим к ним раньше пришли собственно нуминорцы ара дунаим гимильтон помню блин вот были времена вот мы имя зажигали прям как и я тоже раньше пришли всех захватим эту деревушку потом на нее правда харадрима тасагрится на ничего не попишешь ну, странно что эшхала еще не занято странно что здесь барадхаран никем не занят тирэтрайт никем не занят чем занимается варьяги непонятно княжество доломрот успел уже захватить тириторос пошло как ни странно пошло еще дальше вот сюда вот обычно они забирают барадхарна что ближе к ним ну, в общем странно тут творятся странные дела очень странные дела творятся я вам скажу хотя здесь нет никого нет как нет никого здесь должны быть вот вот они деревья наши деревья наши стоят стоят знаете скриптовой армии вроде как писали что они только к этому приходят к изенгарду вроде бы они только приходят больше никуда они не приходят так что пускай стоят ну доломрот так доломрот ну сколько получается две две провинции они себе захватили ну еще и долон взяли до самого начала не остается кто остается гондор которые ну вот видим такие забирают свою самую западную провинцию город тараграндост немножко не успели кланы над ойда кстати будет прикольно если они схлестнутся гондор тогда наверно стрит жопа но хотя это вряд ли произойдет все таки гондор есть куда приложить силы усилия куча нейтральных поселений не обязательно с кем-то начинать воевать ради этого а так гондор гондор как гондор все что у него должно быть у него есть единственное тут они уступили доломроту город линхир это такое дело городом больше городом меньше ну и вечная борьба у них вот здесь за гилиаты за хайр андрос и тут еще до сих пор даже хинтонут а ну жив но это ненадолго судя по этой армии грешнах на грешнах храбрый вот осаждает все это дело и наверное добьется успеха хотя кто ее знает может эти придут на помощь осажденному городом вот ну и еще у нас что у нас еще мордор остался ну мордор ну что показывать мордор что что мог мордор уже взял да взял еще и восточный азгелиад скорее всего займет хинтонум ну а дальше что куда зачем ну видим кстати что мордора собирает войска вот для этого для этой мятежной деревушки честно говоря так себе занятия а лучше бы они побыстрее бы себе выход забрали и кайра ангроз было бы гораздо больше бы он унос профита потом выдвинуться на килинхат и считают и подпер границу с другой стороны рухуна нам уже никакого сообщения между союзниками не будет и можно спокойно душе уже заниматься минус теретом но пока что пока что сложно говорить кто побеждает еще даже не заняты все мятежные провинции но с этой стороны где большинство фракций то самых интересных скажем так ну не то чтобы равенство наверное все таки силы зла поболее поболее даже долгул дур выглядит очень хорошо прям ну очень хорошо орков пока дела идут так себе многое будет зависеть как себя здесь вместе Харат поведет Варьяги и Нуменорцы что они смогут сделать ну и Зенгард он как правило всегда Роханта убивает поэтому тут в дальнейшем скорее всего и Десным Эльфам придет Каюк и Гномикам придет Каюк Дикари и Недвайт нас не интересуют вот нам сложнее всего получается поскольку против нас получается сразу 4 про 4 фракции мы не 4 3 все таки эльфов можно не учитывать ни этих ни этих остаются лишь донодайнцы шировцы и гномики против трех фракций нам как-то надо воевать как-то воевать и как-то побеждать как не знаю как не знаю мне на самом деле собрать второй стек который пошел бы на ангзул на гебедрайна и пришел бы сюда в бар вот вот это была бы вещь ну не войск для этого нету ни денег для этого нету мы и так то имеем получается прибыль где-то тысяч полторы наверное может чуть больше чуть меньше чуть больше только из-за того что мы дохрена войск потеряли так у нас примерная прибыль 1200 монет что нам даже максимум одно здание в городе позволяет понять какая же у нас первое неполное поэтому пока что все очень тяжко может быть как-то у нас получится захватить все-таки форност ударить наверх до не нах но опять таки тут не все так просто тут если по-быстрому захватить аноминас аноминас как-то так короче то скорее всего придет скриптовая стек помощи с которым возможно даже и не справимся и стук от обороны в городе в каком ну вот такой это обзорчик надеюсь он вам понравился этот обзорчик давайте еще сделаем один ходик 26 по времени мы вроде как успеваем его еще сделать вот посмотрим может что-нибудь интересное нам принесет поехали так раз голодон атакован бывает блин денег не хватило тратить не будем тогда я просто хочу накопить 1750 и вателине дороги заказать чтобы здесь продвижение армии быстрее существовало новая война гоблина море свободные народа андуина ясно понятно ну и собственно мне еще два отряда появилось новых до этого и денег не хватает так вот этих скакунов сразу же отправляем в армию действующую так новый член семьи хульда появилась у нас нет собственно вот этого афанузира которого сразу же женили сасевин выдал хульда значит какие-то одни девочки аста хульда бренда конечно неплохо но блин хотелось бы не только девочек хотелось бы еще и мальчиков разнообразие ради так сказать так установление демп армию тоже на восстановление здесь два отряда здесь никого здесь четыре здесь тоже четыре ты иди наверное башню поставь башни дешевая 15 монет ну тогда ты у меня дружок будешь бегать башни ставить но здесь нам не прокатило к сожалению донадейнс не совсем дураки они зашли в город а второй генерал ушел куда-то остальные зашли в город теперь сидит хервигиль плюс два отряда дозорных ну и мы помним что если взять вас от гарнизон скрипт и там сколько пять или шесть отрядов пехоты очень хорошие не помню какой параметр 915 что ли но это такое себе это весь так оставить о чем мне не хотелось конечно сделать форт пустой нашел два отрядика попробуем перехватить на следующий ход попробуем перехватить получится не получится не знаю но что с этим совсем сделать не совсем понятно если идти сюда два хода даже скорее три хода да ну наверное да надо занимать вот это верхнее поселение наверное даже вот этими силами которые у нас есть остальных тормознуть где-нибудь наверное возле Ателина может даже не Ателина где-нибудь вот здесь поставить между Ателином и Северной заставу думаю отрядов 6-7 соберется если что в город посадим от обороны может как-то от обороняемся кто-то кто-нибудь знает потому что ждать когда у нас все-таки появится возможность именно с форностом как-то взаимодействовать не вижу смысл так ну и дипломат нашли подгуляют иди к эльфам without question ну вот вот такая друзья серия наш первый обзорчик дальше я не знаю с мелочью наверное уже совсем по два отряда показывать не буду дальше наверное если не появится еще какая-нибудь армия Донадайн в скором будущем наверное пойдем забирать верхний город по-хорошему конечно нужен форност имеющие задания на него на полторы тысячи на блин взять вас ага 9 ходов не вариант вообще не вариант за 9 ходов а мне тут 150 армии приведут рискнуть всей армии тоже не вариант если даже вдруг исправимся любой полустэк нас потом добьет то есть тоже как дико все это выглядит ну ладно будем будем ожидать будем пытаться пока что отожмем тогда верхний город если это это не про мем то сходим даже может быть еще два города заберем мятежных чтобы они нам побольше денег приносили как то так как то так будем действовать друзья но такая серия надеюсь вам понравилось ставьте лайкосики пишите коментусики конечно же подписывайтесь на канал всего хорошего пока 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 субтитры